Всем огромнейший привет из Алушты и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Мое утро началось с вишневого гранатового желе с коллагеном, неважно, что я в отпуске. С патчей, пептидный микс от компании Тиандэ также. И еще я нанесла вот такую вот масочку серии Фукоидан. Она отлично увлажняет кожу, кожу просто ее поедает. Вот, в общем, все ссылочки на компанию Тиандэ оставляю под видео в инфобоксе. По ней вы сможете пройти, зарегистрироваться и приобретать для себя интереснейшую продукцию. У нас раннее утро, все еще валяются, все еще валяются на улице. Уже прекраснейшая погода. Да, уже солнечно, видите, как солнечно. Воложьте, солнце, тепло, хорошо. Все уже идут на пляж. У нас там белье висит, бельишко. Еще не сняли. Сейчас этим и займусь вопросом, буду снимать белье. Будем завтракать и пойдем на море. Вчера мы были в дельфинарии. Отлично провели время. Очень нам все понравилось. Значит, это уже все вышло на канале. Значит, дельфинарий находится здесь, прям рядышком. В парке Приморском, значит, и билет стоит 1000 рублей, для пенсионеров 500 рублей. Других, в общем-то, никаких скидок нет ни для детей, ни для студентов. Купили мы еще там кольцо за 450 рублей. Участвовали, в общем, 8 колец купили, желающие. И дельфин выбирает 4 кольца. И наше кольцо, в общем, выиграло. Ура! И нам досталась фотосессия всей семьей с дельфином. В общем, это самое лучшее. Там было еще плавание на лодочке, купание с дельфином. А тут всем четверым, в общем, мы пофоткали нас с дельфином. Такой гладкий, такой классный вообще. Ну, вообще, такие дельфины клевые. Илья говорит, это самое любимое мое животное. Да, Илья? Поэтому я ее выбрал. Молодец. Он, в общем, кидал кольцо, и он и выиграл. Пятое кольцо купили, там они номерные. И сидел он на третьем ряду на пятом месте. В общем, все вот как-то так срослось. Все плавно просыпаются, да, улыбаются, тянутся. И утро начинается. Будем завтракать. И начинать свой тесто. Ну что, друзья, мам сделала тесто. Здесь в духовке нет. И, значит, вот такую вот муку мы покупали. Мам сказала, какая-то такая мука, говорит, интересная. Она какая-то крупная, да? Ну, как-то на руках вот она так зернистая. Просеять ее явно не на чем. И, в общем-то, решила сделать она пиццу на сковороде. Ну, это эксперимент. Эксперимент, друзья. Вот. Значит, что у нас есть? Помидоры есть, сыр. Сильно большой слой не выйдет, так это положим все, как положим, давно. Ага. Все у нас есть. Помидоры, сыр, колбаска. Все есть. Так что сделаем. А тесто какое? А, тесто... А, тесто пресное. На кефире. Вот. Так что... Будем экспериментировать. Вот, знаете, Настя малазалась. Смотрите, как подгорело. Вот. Так как часто купается, получается, все равно солнцезащитные смываются. Надо их бы повторять. В общем, лечим спину бальзамом-талисманом. От компании Тиандэ. Это такой вот гель. Делаем небольшую дырочку. И, в общем-то, вот такой вот гель снимает, значит, покраснение. В общем-то, увлажняет. Можно при разных там использовать дыржика. Так. И вот он вот так вот. В общем, мы добавим. Это вот вам просто показываем. Что брать с собой в аптечку в отпуск. Чтобы вот это вот все снимать. Я взяла несколько пакетиков таких с собой. Предполагала, что будет такая... Давай еще ситуация. Что надо будет, в общем-то, принимать экстренные какие-то меры. На пляж пойдем. Она говорит, будет в тени. Она им говорила, давайте крузон купим. Что-то они как-то не знаю. Давай еще у нас все есть плечо. Что подгорело. Держи-ка. В общем, должно все пройти. Все пройдет и успокоится. Так что вот такое средство в помощь на отдыхе. И не только. А то курсов снимает за утро. Вдражения, покраснения. В общем-то, вот такая штучка есть в компании Тианде. Давай еще раз покажу. Вот такой вот продукт. Сделанный на Алтае. Все ссылочки на компанию оставляю в инфобоксе под видео. Такая штука. Талисман успокаивает. Восстанавливает кожу. Так, ну что, отличная пицца уже получается. Ну что, друзья, вот такая пицца получилась. Ну вот. Будем ездить. Мы с мамой кашу на завтрак. Дети не едят. Тут с вареньем. Тут с разными бутербродами. Зеленью. Потом они еще сказали, вот эти вот булочки. Кашу не захотели. Ну, в общем, кто чем называется завтракать. Ну что, друзья, мы на пляж. Тут, значит, на днях. Настя предложила мне пофотографироваться. Говорит, пойдем, мам, выйдем с пляжа. Сейчас тут пофотографируемся. Около вот этих прекрасных розочек. Ну, я давай ее фотографировать. Стоим с ней. Тут вдвоем. Подходит к нам молодой человек. Это продолжение истории, да? Он говорит, давайте я вас сфотографирую. Вот около этих розочек. Мы такие, ну, давайте. Я на него очень с презрением смотрела. Там, если фотки посмотреть, там такой взгляд. Он такой, типа, ну, он инициативу проявил. Я дала им телефон, он нафотографировал. Мы такие, ну, спасибо, спасибо. Дальше фотографируемся. Он к нам обратно возвращается. Говорит, девчонки, вы знаете, у меня тут по плану... Он такой, типа, я хочу выпить пиво, не составите компанию. Да. Мы такие... Ой, а мы с утра не пьем. Я так на него обозрела. Он думал, все, уйди. Один раз подошел в мать. Что-то это при это... Приклеился. Да, что это за пикап такой 30-го уровня. У нас папа ездит. Так, ну что, друзья. Доброе утро, море. Мы скучали по тебе со вчерашнего дня. Волны какие сегодня и ветерок. В общем-то, столько отдыхающих уже сегодня. Десять утра. Мы только пришли на пляж. Пляж заполнен. Все отдыхают. Купаются. Наслаждаются. Сейчас и мы пойдем тоже. Состоянную компанию. Ох, какие волны, вы видите. Еще, мне кажется, вчера меня как с головой накрыло. Но было весело. Мне понравилось. Сегодня ни банан, ни таблетка, ничего. Все отменяется, потому что волны большие. Но еще не забывайте. Продолжение следует... Только в голове. Кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-kем-кем-кем. Продолжение следует... 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 значит он сказал что ну зачем писать не буду в общем почему-то ему придумали и вообще на нет моего города и вообще я приехал отдыхать ночью и все вот это вот что ему это не интересно значит мы сегодня ему говорим а вот представь сложится такая ситуация что тебе в общем-то очень понравится девочка ты будешь ее добиваться и она тебе вот проигнорирует сам окажешься в такой ситуации вот как-то так это стало действенно и он сказал ладно напишу в общем будем ждать развитие ситуации если напишет если расскажет нам во первых давайте будем так я вам расскажу если не расскажет у как есть так и останется очень интересный просто историей такого в общем-то так скажем могло получиться от знакомства в поезде вот как бы вот так но интересно так что молодежь все еще знаете не только в интернет ушла и там знакомиться все еще живо как бы как нужно но интересно и все это только начинается девочки и мальчики здесь только повзрослели все самое интересное дома впереди поэтому буду с вами делиться иногда каким-то который можно рассказать истории как-то так ну в общем так что что у вас интересует вы спрашиваете буду вам рассказывать вот такая длинная протяженная набережная и в конце этой набережная здесь аквапарк алуштинский аквапарк здесь пляж санатория киев значит соответственно у нас это в санаторий киев идет а вот может быть мы вот так пойдем по набережной по набережной вот а вот вижу похоже с узкой а это аквапарк нет друзья это аквапарк наверное вот то что мы искали вот она вот аквапарк вот аквапарк посмотрим да это аквапарк работает он у нас получается до пяти часов сейчас с вами посмотрим стоимость входного билета есть для многодетной семьи есть для жителей крыма так и стоимость входного билета предварительный продаж билетов нет продажи билетов на посещение аквапарка с 10 начинается в 945 продажа значит если с часу то начинается 1245 если с 3 то начинается с 2 45 так взрослый билет стоит 2000 рублей детский рост до полутора метров 1700 до метра бесплатно это с 10 до 5 если покупаете билет с часу до пяти то стоимость 1800 до на взрослого если стрелу до пяти то полторы тысячи взрослых зависимости на целый день вы приходите или вы приходите на 4 часа или на два часа зависимости от этого и стоимость меня нет получается что нет как бы так прикольное мороженое делаю и тут вафлю а в неё складывают всякие всякие штуки значит может быть начинка самая само собой разный топпинг там может быть находиться конфетка как они клубничка сбитые сливки а вот может и мандем палочка киндер трубочка кури лимонат шоколад как увидела это называется гонконг кива можно самим добавляйте получается что начинку смотрите тут какой мотоцикл фонда броняга написано чей-то 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 тут еще прицеп такой серьезный прицеп серьезный таки вот багажником все по-серьезному то не я спокойно для себя прикольно да друзья вот такой эксклюзив можно встретить смотрите друзья здесь находится винторг и это у нас город алушта улица ленина дом 1 и в этом доме в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году снимался фильм режиссера гайдая кавказская пленница вот никулин и есть такая шикарная фото зона вот как раз таки вот здесь и и и и и и и и Приятно? Ну что, мы уже дома нагулялись. В общем, устали, честно сказать. Какие впечатления у меня от набережной профессорского уголка? Длинная просто набережная, очень много где только пляжи, санатория. Не совсем я там особо поняла, где там можно просто, допустим, туристам. Ну, там есть как бы места, но так как бы. В общем, там, где мы, мне понравилось, в общем-то, делаю выводы больше. Потому что я тоже, когда жилье рассматривала, я думала, может быть, где-то жилье там искать. Ну, в общем-то, здесь мне больше понравилось на центральной. Может быть, я что-то не поняла. Знаете, это как бывает с первого раза, не рассмотрел все возможности и все красоты. Ну, такое тоже как бы, да, возможно. Но что-то, в общем-то, я решила, что вот здесь мне больше нравится. Значит, на обратном пути еще зашли в магазин. Кое-что опять купили. Сейчас посмотрим, что, какие покупки. Про покупки, про покупки. Продуктовые покупки. В общем, потому что, что постоянно, знаете, заканчивается. Особенно такой распространенный. Там хлеб, какая-то зелень. Совсем еще взяли. Надо было с утра идти. Хотела еще помидор купить, но там, куда входили, помидоры нет. Ну, и, в общем, что купили, то купили. Ну, а купили. Вот здесь пришли раньше. Уже начали. Чипсы какие-то с сметаной, с луком есть. От кваса уже остались. Рожки до ножки, пока мы тут с мамой ходили. Дальше взяли вот такой вот хлеб. Крымский, семейный, вкусный, нарезанный. Понравился. Потом, значит, вот такой вот хлеб взяли. Тоже вкусный фаворит. Нарезанный с какими-то зернышками. Тоже классный. Так, решили взять гречку. Потом взяли сыр плавленый. В общем-то, вот такой вот плавленый сыр с сыром. Масло-масло, наверное, да? Колбасный взяли, вкусный уже повторно. Вот так, вот такие вот цены. Так, значит, что еще? Зашли в овощной. Там взяли в овощную повторно. Палочки. Луковые палочки хлебные. Короче, укроп. Лук и чеснок. Да, чеснок. Чеснок взяли. И лук, и укроп. В общем-то, зеленушку взяли. Вот, все, в общем. Нашуршало, нашуршало и шуршало. И шуршать, да? Наконец-то перестало. Спрашивает про температуру. Вот, смотрите, вечером 28 градусов в тени. Ну, вообще, солнце не попадает уже просто вечер. Уже около 7 вечера. Значит, вот такая вот температура у нас за бортом. Так, ну что, у нас вкусный салат. Я только уже его разбираю. Успела вам тут снять, пока тут работала. Уже была целая чашка. Теперь все, что осталось. Так, ну что, дубль 2. Пицца в сковороде уже вечером. Вот такая вот пицца вечером. Утренняя тоже была классная. Будем сейчас дегустировать вечернюю пиццу. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.